К другим темам музыка Рождества. Этой теме посвящен 20-й православный фестиваль «Артес», который в преддверии празднования Рождества Христова проходит в Москве в конгрессно-выставочном центре «Сокольники». Наш московский корреспондент Эльвира Гордеева побывала на этой крупнейшей экспозиционной площадке столицы. Соборной молитвой на начало благого дела открылся пятый в этом году международный фестиваль православной культуры «Артес». На этот раз ключевой темой фестиваля стала музыка Рождества. Решили раскрыть музыкальную историю Рождества, потому что все знают про калятки, все знают, что Рождество, она как музыка, праздник звучит в наших сердцах. Поэтому мы наполнили фестиваль музыкальной, семейной программой. За дни работы фестиваля выставочный центр в Сокольниках посещает около 60 тысяч совершенно разных гостей. Его программа составлена так, что каждый может найти здесь что-то интересное и близкое именно ему. В субботу и воскресенье традиционно огромное количество будет событий, организованных для семей, для детей. Это будут музыкальные и кукольные театры, это будут мастер-классы и сказки, рассказанные в формате песочной анимации. Также большое количество и мастер-классов. Это изготовление рождественского ангела, либо изготовление рождественского венка. Традиционно на фестивале представлена одна из самых масштабных ярмарок Москвы. В ней принимают участие фермерские и монастырские хозяйства из разных регионов России, а также из Грузии, Украины, Белоруссии. Всего около 200 участников. Прямо у входа на экспозиционную площадку гости найдут множество чудесных подарков к предстоящим праздникам. Все это ручная работа. Впервые участие в фестивале принимает артель блаженных. На этом предприятии социальной направленности трудится около 30 человек с инвалидностью. На их стенде – оригинальные новогодние игрушки из дерева. Занимаемся мы изготовлением сувениров на ёлочных игрушках. Делаем также разделочные доски. Это именно ручная работа, то есть всё самостоятельно. Кто-то шлифует, кто-то вклеивает стёкрушки, кто-то именно собирает. Николай приехал на фестиваль «Артас» из Козельска. На его стенде ароматное подсолнечное масло, горный травяной чай, мёд из Краснодара. Но всё же особое внимание посетителей привлекают авторские ручной работы «Восковые свечи» на рождественскую тематику. У себя в Козельском районе семья Николая участвовала в восстановлении храма. Храм восстанавливали в деревне Вялицы в районе Перемышля. Это не доезжая 40 километров города Козельска. 12 лет мы храм восстанавливали. Храм восстановили по восстановлению у локтинского старца, батюшки Илья. Потом начали мы производить свечи. И мы стали выходить на православную выставку. Таким образом мы зарабатываем себе на жизнь. Более подробно о творческих и просветительских программах фестиваля можно найти на сайте Артеса. Выбирайте мероприятия, встречи, кинопоказы, которые вам интересны. Приходите, участвуйте, делайте покупки к новогоднему и рождественскому столу. А также подарки для себя, своих друзей и близких. Фестиваль продлится до 16 декабря.